Все уже давно заметили, что до нас сегодня с развитием сети интернет доходит все больше и больше образов 19-го начала 20-го века. И эти образы не вписываются в рамки наших исторических представлений, а в основном эти образы касаются технического уровня развития той прежней цивилизации. А почему прежней, я уже много раз говорил в своих фильмах, но об этом ниже. Итак, первый пример. Гражданская война в США 1861 года. Что мы знаем об этом времени? Именно о времени 60-х годов 19-го века. И первый образ, который у нас с вами всплывает, это образ отмены в Российской империи крепостного права, в той самой лапотной России. А официальная историческая наука добавляет в этот образ еще красок позднего средневековья. Почему средневековья? Да потому что фактически уровень начала и середины 19-го веков ничем не отличается от уровня 18-го, а то 17-го и 16-го веков. Все то же самое. Те же лошади, те же телеги, те же мушкеты и все тому подобное. Загадка одна, в смысле 60-х годов 19-го века, вернее даже раньше, 50-х. Вдруг откуда ни возьмись, вместо бронзовых и медных пушек, стреляющих ядрами, появляются стальные нарезные орудия. И все это появляется реально за 10 лет до начала применения промышленного получения стали, бессимеровским способом. То есть реально, когда можно было тонну или две получить, до 70-х годов 19-го века, можно было за раз получить 10-20-30 килограмм, но не больше. Кстати, есть еще одно мнение, что реально сталь в больших количествах, нужных для изготовления мостов, танков, появления металлопроката, а полностью способ промышленного получения стали в нужных для экономики количествах, начали применять только в начале 20-го века. Вопрос один, откуда же все-таки взялась сталь в промышленных масштабах в 50-х, 60-х годах 19-го века? И откуда вдруг появились пушки с нарезными стволами, ну в основном, конечно, у европейцев, в 1854 году в битве за Севастополь? А вот мы эти пушки видим еще и во времена гражданской войны в США. Посмотрите на эти фотографии, сколько же стали, какие пушки. Причем они реально стальные, нарезные, заряжаются современными снарядами с гильзой, через казенную часть. Это совсем не те пушки, которые были раньше. И заряжались через выход ствола ядром. Есть, конечно, на этих фотографиях и мортиры, стреляющие вроде как ядрами. Но лафеты у них реально стальные, с болтами. Пусть даже лафеты у них чугунные, но болты-то однозначно стальные. Для мортир стрелять ядрами и сегодня, в принципе, возможно. Сегодня мортиры заменили просто минометы. Мортиры это осадные орудия, которые стреляют через верх, фактически по баллистической траектории, через забор. Очень хорошее оружие для взятия крепостей. Разрушается все внутри крепости, не трогая стены. А вот посмотрите, что это за броненосцы? Откуда вообще бронь? Пусть даже промышленным способом научились металл получать в 70-е и 80-е годы 19 века. Но откуда эти броненосцы? И посмотрите на корпус броненосца. Ничего не вызывает удивления. А вот остов какой-то судмарины конфедератов. Напомню, что подводные лодки начали применять широко только в Первую мировую войну. И вообще, подводная лодка ходит на электродвигателе. Дизель у нее нужен только для того, чтобы зарядить батареи. В подводном положении лодка идет только на электродвигателях. Есть еще такие способы хождения на небольшой глубине со шноркелем. То есть, выхлопная труба просто выходит, как труба аквалангиста из воды. И подводная лодка идет на двигателе внутреннего сгорания. И через этот шноркель происходит засос воздуха в карбюратор и выброс выхлопных газов. Но погрузись на глубину ниже шноркеля и нужен электродвигатель. Откуда в 1861 году субмарины, судя по остаткам этого острова, реально похожие на те субмарины 20 века. И вообще, зачем в гражданской войне субмарины? Кто же с кем воевал в США в 1861 году? И воевали они сразу после мировой глобальной катастрофы, произошедшей, по моему мнению, в период с 1841 по 1849 годы. И следствием этой глобальной катастрофы было то самое занесение первых этажей зданий в городах всего мира на уровень 2-3 метра. И именно всего мира. Потому что мы уже с вами все увидели в многочисленных публикациях блогеров и исследователей, что в каждом городе первые этажи засыпаны. И засыпаны они однородной глиной. Так что вопрос о причинах и реальных участниках гражданской войны в США 1861 года пока остается открытым. И требует он достаточно глубоких исследований. Может быть мы с вами этим и займемся позже. Но пойдем дальше. Я скажу единственное, что по моему мнению причины этой войны кроется в том, что в момент самой катастрофы 40-х годов 19 века из Европы в США переселилось огромное количество беженцев. И все они были европейцами. Но беженцами ли они все были? Кто же были те ирландцы, которые массово переселялись в США в 1845 году, якобы убегая от европейского голода? Так кто же был основными жителями этого США до этого массового переселения европейцев? Бежали-то не только ирландцы. Бежали все. И итальянцы, и испанцы, и немцы, и французы. Но я думаю многим это уже становится понятно. Так что я думаю с этими местными жителями того самого США европейские беженцы и устроили гражданскую войну. Гражданскую конечно же в кавычках. Но что же мы видим еще на фото тех лет? Вот броненосец с трубой. Видимо паровая машина была в этом броненосце. Но зачем ему мачты с парусами? Не могли что ли после катастрофы паровую машину запустить? И приляпали паруса? А вот гражданский пассажирский поезд. С прилепленными ему пушками. Прям как в фильме «Безумный Макс». Постапокалиптический мир. В этом фильме тоже гражданские машины, мотоциклы и квадроциклы приспособлены для ведения боя. Кустарным способом. Прям как этот поезд. А вот фото с остальными пушками, сделанными явно высокотехнологичным серийным способом на каком-то заводе. Но почему эти пушки на досках? Без всяких намеков на технологичные же способы их транспортировки. Вывод один. Пушки остались, а средства доставки почему-то пропали. Вопрос один. Почему? Что случилось с транспортными средствами? Почему не могут запустить паровую машину на броненосце и ляпают паруса? Почему огромные пушки, тяжелые, катают вручную по доскам? И то же самое мы видим с морским судном-кабелеукладчиком. Тем самым кабелеукладчиком, который укладывал первый телеграфный кабель из Европы в Америку. И укладывал он его по дну Атлантического океана. Огромное стальное судно с пятью трубами и опять приляпанными мачтами с парусами. Похоже еще и приляпали колеса по бортам, как у первых якобы пароходов. Хотя видно, что на корме ниже ватерлинии торчит руль, а вся конструкция кормы приспособлена под обводы, такие гидродинамические. И выдают наличие у этого судна обычного валового грибного винта. Зачем же ему колеса с тех первых пароходов? Что же получается? Смогли починить паровые машины? Или приспособили к новым условиям? Или к новому топливу? Тому самому углю, который и сегодня используется в паровых машинах. Но видимо КПД при таком топливе стало ниже. И пришлось движитель парохода заменять вместо грибных винтов, ставить вот эти вот самые колеса. Какое же топливо было раньше, до этой катастрофы, 40-х годов 19 века, когда этот корабль был реально построен? К слову, кабель начали прокладывать уже после этой катастрофы. Так может быть и сам кабель был и раньше? Но это отдельный вопрос. Посмотрите на конструкцию корпуса судна. Самое интересное, что оно не клепанное. Клепок-то не видно. Что получается сварное? Реально варить корпуса судов вообще стали в середине 20 века. До этого судостроители клепали корпуса. Насчет этого судна также есть информация, что когда его все-таки списали в конце 19 века, его даже разделать не смогли. Нечем просто было. Не было никаких резаков, которые смогли разделать бы корпус на металлолом. Как же его тогда вообще построили? Вот еще фото одного из первых русских броненосцев. Это броненосец-цесаревич. И опять гладкие швы. И нос какой-то необычный. Корпус вообще какой-то странный, с современной обтекаемой конструкцией. Только вот надстройки этого броненосца не вписываются в общую картину. Посмотрите на корпус, изогнутый в сторону этих настроек. Получается, что попавший в них снаряд тут же снесет эти надстройки, следуя обводам корпуса. Для чего они были и сделаны. Ну, скорее всего, первично на судне, когда его строили, еще до катастрофы, никаких надстроек вообще не было. Их приляпали позже. А также эти надстройки создают, конечно же, большое лобовое сопротивление. И нету смысла делать такой красивейший аэродинамичный корпус. А там под ватерлинией он еще, видимо, и гидродинамичный. И ляпать на него такие надстройки. Под какую же скорость было рассчитано это судно первоначально? А судя по броненосцам из той самой войны гражданской в США 1861 года, настройок у них вообще не было. Только обтекаемые башенные орудия на них виднелись. А вот вообще странная гравюра. Какие-то людишки толпой спускают на воду стальной корпус корабля. Причем посреди какого-то пляжа с беседкой. И нету никаких следов ни дока, ни кранов верфи и самой верфи. На дальнем плане этой картины стоят какие-то маленькие парусники. Так что же, этот корпус сварили на пляже вручную, как муравьи накинувшись и друг по другу поднимаясь на борта этого строящегося парохода. А вот броненосец Пересвет. Интересно, его построили реально вроде бы как в 90-е годы 19 века. Или все-таки реконструировали из старого корпуса. Но как это было, пока непонятно. Не видно, клепанный его корпус или сварной. А вот французский Адмирал Корбит. Посмотрите на аэродинамику корпуса. Зачем ему такие мачты? Вот крейсер Аврора или докол Гермак уже клепанные. Видимо, их реально построили в конце того самого 19 века. Когда уже научились получать сталь в промышленных масштабах. Но еще однозначно не умели варить. А вот опять фото того же самого броненосца Цесаревич. И реально видны сварные швы на корпусе. Кто его варил тогда? А Цесаревич, он считается первым броненосцем. Вернее, одним из первых. И был построен гораздо раньше этого крейсера Авроры или докола Гермак. Но пойдем дальше. Видимо, огромное количество различных технических и военных образцов допотопной эпохи. То есть эпохи реально до 40-х годов 19 века принимали участие и в Первой мировой войне. Их как могли приспосабливали под оставшийся уровень технологий. Времени начала 20 века. Но видимо не все смогли приспособить. Скорее всего глобальная катастрофа унесла возможность использовать какую-то доступную до этого энергетику. Либо послепотопные элиты решили, как говорят многие исследователи, перейти к такому способу получения энергии, из которого можно было бы извлекать прибыль. Вот они и придумали. Углеводородные или просто угольные электростанции и провода, на которые навесили счетчики. Но вот эта вот доступность энергии, видимо, привела к потере прежних движителей. Видимо, каких-то доступных электродвигателей, которые устанавливались в самодвижущиеся коляски или автомобили. Но еще хочется заметить, что скорее всего были еще и какие-то высококпдшные паровые машины. О них очень много сведений и в литературе, и в интернете, что у парового двигателя реально КПД очень высокий. В принципе, он очень простой паровой двигатель, его можно топить чем хочешь. Может быть, были специальные брикеты или бруски вместо уголя, которыми реально топили эти паровые двигатели. А уголь в них стали кидать лопатой уже после катастрофы. Вот поэтому мы с вами и видим на фотографиях Первой мировой войны огромные пушки на колесах, в которых запрягают лошадей или таскают вручную. Но в появившихся на этой самой войне первых танках уже используются двигатели внутреннего сгорания. На тех самых углеводородах, на нефтепродуктах. А вот в железнодорожном транспорте все было совсем по-другому. Фактически до середины 20 века еще катались на паровозах. И все эти паровозы, скорее всего, были построены в огромных количествах опять до того самого потопа, 40-х годов 19 века. А почему все-таки использовали паровозы так долго? А все очень просто. Паровозы-то, скорее всего, не ржавеют и не портятся. Паровозы неубиваемые. Еще в своем детстве, в конце 70-х, в начале 80-х годов, я видел огромное количество тех самых черных паровозов с красными колесами, которыми были забиты все запасные пути на вокзалах и станциях нашей страны. И были они как новенькие. Вот это был уровень допотопной металлургии. Не то, что сейчас. Паровозы, что были вечные, получается. Сегодня машины за 10 лет уже сгнивают. Что же все-таки за энергетика использовалась до того самого потопа 19 века? Многие исследователи этот вопрос, конечно же, поднимают. Но самый яркий пример, это те старые фотографии с промышленных выставок 19 века. На выставках мы видим какие-то металлические сооружения, типа часовин. Это могут быть, конечно же, и генераторы атмосферного электричества, и могут быть генераторы эфира. На этот счет очень много различных гипотез. Мы видим эти же часовинки на улицах многих городов, тоже на фотографиях 19 века. Еще исследователи говорят, что эти самые электрогенераторы передавали электричество потребителям без каких-либо проводов. А улицы освещали какие-то беспроводные стеклянные шары. Но об этом написано и без меня уже достаточно. Я лишь хочу обратить ваше внимание на сами здания, где эти выставки проводились в 40-х годах 19 века. Что это за огромные металлоконструкции? И эти металлоконструкции до нас, в принципе, дошли в виде некоторых вокзалов Питера и Москвы, которыми закрыты подъездные пути, того самого прозрачного потолка в ГУМе. Но эти технологии сильно закручены, и эфилева башня откуда-то оттуда же. Сегодня, конечно же, не об этом. Датировки всех этих способов, таких вот металлоконструкций с застеклением, приписываются какой-то группе инженеров, французским, тому же эфилю. У нас были похожие инженеры, которые делали здесь по всей стране водонапорные башни. Но, опять же, это все 60-е, 80-е годы 19 века. А вот строительные выставки в Лондоне проводились в таких помещениях уже вроде как в 40-е годы. Значит, эта технология существовала и раньше. Опять же, это хорошо видно по оставшимся фотографиям демидовских заводов, где крыши точно такие же. Но демидовские заводы вроде бы же как делались при Петре Первом, получается еще одна какая-то большая загадка. Так вот, по вот этим вот лондонским павильонам видно, что в 40-е годы 19 века эти павильоны уже существовали, и уровень их был гораздо выше, чем тех же потолков в гуме и той же эфилевой башни. Посмотрите, какое грандиозное сооружение. Вопрос только один. Как в холодном Лондоне вообще оно отапливалось, все стеклянное? И как его изготовили до появления бессимеровского способа получения стали в промышленных масштабах? Хотя есть, конечно, ответ. Может, не было так холодно в Лондоне? Эти павильоны нужны были только для защиты от осадков, и то в виде дождя. Но все же тема сегодняшнего фильма – это образ. И образ того самого допотопного времени. Причем глазами невольных инсайдеров. Что такое инсайдеры, я думаю, понятно всем. А вот почему же они невольные? И кто они? А это современные художники, кинематографисты, дизайнеры, писатели, музыканты, создающие свои произведения в стиле стимпанк. Но что такое стимпанк? Стимпанк, или в дословном переводе парапанк – это ретро-футуристический стиль творчества. И футуристичность этого стиля заключается в раскрытии мысли развития паровых технологий XIX века. На фоне именно продолжения реальности и подражания его именно тому времени, в викторианской эпохе XIX века. В общем, такой своеобразный параллельный мир, альтернативный вариант развития человечества, который мог быть, если бы цивилизация пошла по иному пути развития. То есть, делая акцент на паровой энергии. В общем, это воображаемые картины другого направления развития технологий. Когда роботы бы представляли собой огромные заводные механические игрушки, прям как тот робот Ивана Грозного, или робот Петра Первого, или та самая кукла Брюса. Также этот стиль представляет средства передвижения. Аэропланы, дирижабли, паровозы, скоростные автомобили. И все это на электрических или паровых двигателях. Образ цивилизации без использования нефти. Как пишут, черты стиля стимпанк отслеживаются в искусстве всего XX века. Хотя само название стиля возникло в 80-х годах. Ну, конечно же, XX века. Были определены его характеристики, правила, течения. У этого стиля появилась своя мода и своя же армия поклонников. Тогда же, скорее всего, он проник и в кино. Ну, начинался он, конечно же, как всегда в Америке из комиксов. А нам с вами хорошо знакомо, что новое – это всегда забытое старое. А сам человек не может придумать в своих фантазиях того, чего он не видел. Хотя бы даже в своих прошлых жизнях. Или этой информации нет в самой глобальной ноосфере. Получается только один вопрос. После глобальной катастрофы 40-х годов XIX века остались огромное количество технических объектов, сооружений, зданий. И все они дают возможность судить об истинном уровне развития цивилизации. И не только в начале XIX века, но и дальше назад. Фактически весь XVIII. Теперь мне, по крайней мере, понятно, на чем приехали войска Наполеона под Москву. В количестве 600 тысяч человек. Или все-таки они прилетели? Многие исследователи приводили расчеты, что для того, чтобы содержать на таком удалении от Парижа 600-тысячную армию Наполеона, повозки и снабжения растянулись бы как раз от Москвы до самого Парижа. Ну и сама армия примерно так же. Если бы все они шли по той дороге, по которой описано их передвижение в Москву. Ну, пойдем дальше. Какими же электронными оружиями была вооружена эта армия? А самое главное, какое же вооружение против них применила та третья сила, которую мы сегодня называем Тартарией? Ну, это следы того ядерного взрыва в Москве, который вызвал пожар и изгнание армии Наполеона. Как я уже неоднократно говорил в своих фильмах, я сторонник двух глобальных катастроф за последние несколько столетий. И произошли они, по моему мнению, в следующей последовательности. Первый потоп конца 17-го, начала 18-го века уничтожил ту самую античную цивилизацию с величественными каменными строениями и статуями. Оставшиеся же в живых на обломках прежней цивилизации построили новую, так называемую межпотопную, которая отреставрировала руины тех самых каменных цирклопических античных сооружений и восстанавливала она их при помощи кирпича и металлоконструкций, что мы в принципе и видим. Это вот их невообразимые станки, неизвестно на чем работающие, описал Алексей Кунгуров в своем фильме «Утраченные технологии допотопной цивилизации», а также в фильме «Незамеченный тульский завод». Но все-таки уровень той самой межпотопной цивилизации был уже ниже античной. Не смогли бы они уже построить Исаакиевский собор и Пальмиру. А вот катастрофа середины 19-го века унесла и саму межпотопную цивилизацию, а выжившие, чьими потомками мы с вами и являемся, на ее обломках смогли построить только углеводородный уклад. Но все же посмотрите на катастрофу этого прежнего мира. Ее нам и показывает вот этот самый стиль стимпанк. Но мы уже не те, не та у нас одежда и не тот размах. Теперь, по крайней мере, мне понятно, какой образ реального прошлого скрывается под этими фотографиями старинных броненосцев, промышленных выставок 19-го века. Получается, стимпанк – это не фантазия альтернативного будущего. Это картина реального прошлого и прошлого нашей планеты до той самой катастрофы 40-х годов 19-го века. Интересный был мир. Судя по этим картинкам, наряду с техническими средствами передвижения широко почему-то использовалась и гужевая тяга. Посмотрите, какое количество лошадей и повозок, в которые они запряжены. Правда, вместо античных виман небо бороздят огромные дирижабли. И для этих же дирижаблей построены огромные циклопические эллинги из стекла и металла. Есть даже электроприборы, в которых электричество течет по медным витым проводам. А в приборах куча различных стрелочных указателей. И все это сделано из эбонита, а не из пластика, как сегодня. Такое впечатление, что все тогда делалось на века. Но мы это и знаем. Кроме паровозов, сохранившихся до середины 20-го века, есть информация о том, что те самые демидовские заводы с теми же допотопными станками, непонятно на чем работающие, продолжали производить снаряды и танки аж до конца Великой Отечественной войны. И те самые огромные дирижабли, скорее всего, наша цивилизация не строила. Она их получила от прежней, той допотопной. Но не смогли выжившие после катастрофы 19-го века инженеры получить легкие негорючие газы. Ну, видимо, в промышленных масштабах. И наполняли эти дирижабли просто водородом, отчего они и горели. Это, конечно же, предположение. Но я думаю, оно недалеко от истины. Сейчас дирижаблей нет. Невыгодно сейчас строить ни эти дирижабли, ни огромные эллинги для их хранения. Конечно, теперь это уже экономические показатели невыгодности этих дирижаблей. Но все же. А вот посмотрите на воздушные винты. Пока, конечно же, из стимпанковских картинок. Уж очень воздушные винты похожи на морские грибные винты кораблей. И это косвенное свидетельство большей плотности воздуха в тот период времени. Ну, здесь можно сделать очень много выводов, что для достижения той же мощности или производительности винта, при плотности воздуха в два раза больше, нужно было меньшее количество оборотов, но чуть большая площадь лопастей. И аналогия, опять же, с морскими грибными винтами. Сейчас в официальной исторической науке бытует мнение, что все технологические объекты, пушки, стальные корабли, станки создавались в конце 19 века. Но мы с вами имеем массу свидетельств существования всего этого гораздо раньше. Огромное количество стальных сооружений и технических объектов официальная историческая наука датирует ранее 70-х годов 19 века. А 70-е годы с натяжкой можно считать отправной точкой начала промышленного изготовления стали. И все это, опять же, говорит за точность нашей гипотезы. И еще интересно, все эти технические средства, а самое главное, ту беспроводную энергетику, использовали до Первой мировой войны, что мы хорошо и видим. Еще в Первую мировую войну применялись те самые циклопические пушки, пароходы. Но вопрос, что же случилось с энергетикой? Она почему-то была заменена на углеводородные электростанции и линии электропередач проводные. И все это случилось в первые годы 20 века. Почему? Многие утверждают, что капиталисты решили поставить счетчики и начать это электричество продавать, чтобы не использовать его беспроводным. Но я думаю, что это не так. Счетчики можно было поставить и на те самые беспроводные генераторы. Тут можно было применить много экономических схем. Просто брать фиксированную оплату от всех потребителей, которые получали энергию от этого генератора городского в виде, допустим, той же часовинки. То есть задача получения прибыли могла быть решена любым способом и совершенно спокойно. По моему мнению, что-то опять случилось в мире. И случилось это где-то в период с 1905 по 1908 годы. О том свидетельствуют опять же керны ледника на Алтае, которые показал Алексей Кунгуров в своем фильме. Эти керны очень хорошо показали наличие катастрофы 40-х годов 19 века. Но они показали и следы какой-то катастрофы, произошедшей на планете в 1906 году. Посмотрите фильм Алексея Кунгурова «Ядерная война 19 века» доказано. Что это было, сейчас сказать трудно. Но перед всеми исследователями налицо еще одна загадка. Загадка еще одной катастрофы, случившейся в начале 20 века. И видимо после этой катастрофы больше и не смогли почему-то применять вот этот вот беспроводной способ получения электроэнергии. Пока вывод напрашивается только такой. И эта катастрофа начала 20 века, какая она была климатическая, космическая, пока сказать очень тяжело. Но она потянула за собой всю цепочку событий начала 20 века. Скорее всего и Первую мировую войну, и революцию, и тот самый экономический кризис 20-х годов. И скорее всего последовательность этой цепочки и привела к самой Второй мировой войне. Из моего прошлого фильма «Тайна 19 века. Хронологический сдвиг найден» я предположил, что Наполеон, Байрон, да и сам Александр Сергеевич Пушкин жили на пару десятилетий позже, чем нам говорят официальные историки. Наполеон пришел под Москву реально в начале 30-х годов 19 века, а не в 1812 году. А Пушкин творил с конца 30-х до начала 50-х годов 19 века. Но о жизни Пушкина после катастрофы пока сказать очень тяжело. То, что Байрон жил в период и до катастрофы 40-х годов, и после видно хорошо из его биографии. Но это пока гипотезы и предположения. Здесь нужно все очень хорошо изучать. Так вот, по моему мнению, образ этого самого стиля стимпанк позволил нам предположить, что же окружало всех, и Наполеона, и Пушкина, и Байрона, какой был образ их мира. Также становится более понятным, что за вооружение применялось в этой самой Отечественной войне 12-го года. То, что вооружение было электрическим, предполагали очень многие исследователи. Находя в ранцах конденсаторы, провода в форме одежды, где-то это все очень близко к истине. Также мне теперь понятно, под цветом каких свечей писали по ночам и Пушкин, и Байрон. Стало понятно, на каких дирижанцах передвигался Пушкин по нашей стране. А эти дирижанцы тащили за собой паровозы по обычным железным дорогам. Тут же появляется и ответ на вопрос, на каких шевелинных машинках шили столь сложную одежду того времени. Теперь понятно, как все-таки ее гладили, ну и конечно, как же стирали. Вывод из всего этого только один. До потопа 40-х годов 19-го века мир был далек от того, что нам сегодня рисует официальная наука. И та же самая наука в том мире была совершенно иной. Какой же иной? Да просто доинштейновской. Какую научную диверсию сделал Эйнштейн, я думаю, многие читали. Кто не читал, тот еще прочтет. Для чего он сделал эту теорию относительности? Почему отверглась теория эфира? Почему вдруг скорость получила конечное значение, как скорость света? Якобы больше скорости не может быть. Сейчас это, конечно, все начинает рушиться, но это слишком все еще затуманено. И тот научный образ, который мы имеем сегодня, многие начинают критиковать. Мне очень нравятся труды такого ученого, как Юрий Рыбников, который действительно для меня объяснил, что такое атом, что такое электрон. То, что я не мог понять. Как этот электрон вращается вокруг ядра атома в так называемом облаке. То есть в области, в которой случайно он может находиться в любой источник. Тогда сам электрон имеет все-таки полевую структуру. Но об этом, опять же, очень хорошо говорит Юрий Рыбников. И, скорее всего, весь образ той прошлой цивилизации, которую мы с вами случайно увидели глазами невольных инсайдеров, был основан совершенно на другой науке. Но об этом в следующих фильмах. Субтитры создавал DimaTorzok